Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ну что, Россия, допрыгалась. Дело в том, что к санкциям фактически присоединяются Объединенные Арабские Эмираты. Фактически, сейчас объясню, в чем дело. И, возможно, в перспективе даже Турция. Ну, там сложнее, но будет из Турции. Значит, смотрите. Эмираты уже заявили, что ограничат. А кое-где и вообще пресекут реэкспорт из европейских стран. В так называемую Россию. Опаньки! Вот это называется удар, откуда не ждали. Дело в том, что как раз компании из Эмиратов и использовались так называемой Россией постоянно. В качестве такого хаба для обхода санкций западных и пересылки с запада необходимых товаров. Прежде всего, конечно же, касается электроники. Потому что именно при помощи западной электроники, так называемая Россия, производит свои фашистские ракеты, которые они потом запускают по Украине. И вот, похоже, что эта лавочка и шайка лейка закрываются. Дело в том, что Эмиратам предназили... Им предназили, собственно говоря, запретом торговли с компаниями этой страны. И те моментально образумились. Дело в том, что у них Эмираты, как это ни странно звучит, они живут в основном даже не за счет нефти. Нефть тоже, конечно, не всякого сомнения, очень важная часть их торговли, наверное, одна из самых важных. Но у них еще есть трейд, так сказать, общая торговля, на которой они делают огромные деньги. Молодцы, конечно, умеют это делать. Но речь идет не об этом. Эта торговля в основном идет с кем? С Европой, с Евросоюзом и Соединенными Штатами. То есть Абудаби и Дубай это такие хабы международные торговые. И тут им ба-бах, и пригрозили вот таким вот вариантом, что просто-напросто прикроют эту лавочку. Они моментально схаманулось и сказали, не-не-не, никто уже никуда не идет, да, все, уже до свидания. И, собственно говоря, пообещали Европе прекратить безобразие и пересылку вот туда вот в болота необходимых для ракет и для прочей лабуды ингредиентов. Раньше точно так же были проработаны Кыргызстан и Казахстан. Кстати, уже некоторые компании из тех же Эмиратов влетели под санкции. Сейчас американцы начали переговоры уже с Турцией. На ту же самую тему прекратить пересылку под санкционных товаров на так называемую Россию. Думаю, что они найдут общий язык, потому что турки при всей их, казалось бы, несговорчивости. Это несговорчивость, как правило, на словах. На деле Турция четко следует указкам, которые приходят из Вашингтона. А значит, все будет Украина.